здравствуйте друзья вот такой вот своеобразный нож сегодня называется рыбка ну честно признаться назвал я его сам нас на настоящее название к сожалению мы узнать достаточно сложно ну вот нож производства новозыпковского станкостроительного завода брянская область до город новозыпков цена рубль 20 нож произведем 60 70-е годы давайте так возьмем и как мы видим он двухпредметный да то есть клиночек и вот такая вот комбинированная вилка вместе со открывашкой для бутылок но клиночек мы видим такой уже поюзаны достаточно ну а вот вилка вполне в рабочем таком в хорошем состоянии необычные зеленые плашечки достаточно редко встречающиеся в основном ножи новозыпковские они какие-то красные если мы говорим вот этого вот размера до ножи то есть небольшие то они в основном красного цвета давайте мы его посмотрим и потом поговорим что же это за новозыпковский завод такой в сложенном виде будет ну практически девять сантиметров да ну и клиночек где-то порядка пяти вот такой вот маленький двухпредметный нож новозыпковский комбинат у нас станкостроительный комбинат на сегодняшний день не существует по моему 2009 году он обанкротился и собственно остались там какие-то одни очень малые станки да и собственно стены самого предприятия вообще это предприятие очень образовалось очень давно еще в 19 веке там образа организовали помог в 1862 году организовали спичечную фабрику и вот эта спичечная фабрика просуществовала как частное предприятие до 1919 года потом была национализирована и как мы можем сообразить да стал государственной фабрикой под названием волна революции так они вот спички производили в сорок седьмом году волна революции стала производить деревообрабатывающие станки ну после войны да можно предположить что контрибуции повлияли немецкие германские до после войны какие-то станки были привезены советский союз с немецких заводов ну и вот организовали на базе спичечной фабрики новозыпковский станкостроительный завод завод занимался выпуском станков деревообрабатывающих гибридер обрабатывающие промышленности ну то есть деревообрабатывающих станков под названием волна революции просуществовал до 1966 года ну и собственно после этого назвали его новозыпковский станкостроительный Завод Вот такая история Интересное клеймо НСЗ и шестеренка Я уже такой нож рассматривал Назывался он цветочек с красненькими Плашечками Естественно отличаются по набору предметов Ну вот друзья На этом все Спасибо за внимание Подписывайтесь и всего доброго